так сегодня ночевал я вот в такой локации тут большое озеро пару кемперов все тоже из германии что мне было не скучно можно было немножко пообщаться палатка у меня стоит здесь я сейчас собираюсь и идет дождь поэтому я там пока сейчас не тороплюсь потому что там вещи под этим патентом раз дождик стихнет я все это быстренько свернул палатку придется мокрую сворачивать ну быстро распихаюсь и поеду сейчас время 6 часов до дождь обещали 7 часов я поэтому пораньше встал думаю до того как пойдет до чтоб собраться по сухому и свалить ну никогда не верьте синоптиком будут негодяи спасу на них нет сейчас вроде затихает окошко дождусь буквально и начну собираться и сваливать сегодня я не знаю получится нет но я планирую проехать это 600 километров углубиться больше на север но я думаю должно получиться если я сейчас выйду в 6 утра и до вечера у меня времени вагон вчера я просто утром потерял много времени я искал вот эту вот сеточку сюда еле нашел это в магазине меня нет у нас таких сеточек но я показываю на картинке таких нету сеточек и все я смотрю у них есть другие сеточки но не прям такие какую какую я показывал продавцы вместо того чтобы сказать но у нас нет таких но у нас есть другие были и у нас таких нет продажи все извини чувак в итоге она была немножко больше размера я взял ее обрезал лишнее стало все как надо без проблем так что пока мотался по магазинам вчера на туда сюда намотал в общем отъехал так я по расстоянию от юга от самого юга швеции 360 километров на север получается вот если сегодня проеду 600 то это я уже будут как бы полстраны проеду от дома я всего отъехал получается на 800 с чем-то километров там в общем уже прилично от дома отъехал если так разобраться и как-то незаметно спал сегодня кстати намного лучше чем вчера у вторая ночь видим уже акклиматизировался немножко мне кстати вчера после обеда так вкатило ехать я даже что-то не снимал просто я когда сюда приехал дел куча было самому помыться в озере искупал искупался вещи постирать на трусы и носки воды отфильтровать на завтра то есть на сегодня тоже все был в заботах поэтому что-то как-то и снимал да тут особо снимать ничего еще ландшафта таких интересных как таковых нету лес озера дата этого добра здесь хватает и классно здесь можно считать с дороги были каждый километр наверно какие съезды съезжаешь ему в лесу заночевать но мне нужна была вода обязательно чтобы постирать вещи кемпинги я не хочу мне не интересно кемпинги может быть когда-нибудь придется остановиться в кемпинге когда там начнется конкретный сезон дождей или что-то что нормально не помыться не постираться будет придется наверно в виде исключения но в целом вот как сейчас в таком формате вполне нормально очень даже ничего вроде затихает вроде все нормально сейчас надо по-быстрому закидываться и ехать ну что мы выдвигаемся в путь потихоньку собрался дождик вроде утих но в этом регионе сегодня должен быть целый день и вообще всю неделю я не знаю наверху будет также или получше я на их хочу надеяться но я хочу надеяться что будет немножко лучше потому что надо мне немножко высохнуть вещи я так прикинул что если буду останавливаться пока двигатель горячий трусы носки буду просто вывешивать на дуги как раз от двигателя будет тепло исходить и потихонечку потихонечку глядишь и высохнут когда-нибудь в общем так друзья остановился я тут на остановке вот тут остановка там можно посидеть кофейку попить так как зон отдыха здесь в принципе других нету остановка я считаю это оптимальный вариант для меня в общем буду сушить палатку тент внешние ты внутреннюю палатку потом это подложку под нее там у меня трусы и носки в общем сушу все что можно лайфхак вот ребят трусы и тряпка в общем сушится все на двигателе пока он горячий потом здесь у меня перчатки сушатся но я сейчас одену летние перчатки скорее всего потому что ну погода как бы вроде как налаживается ну и здесь вот потому что когда я уезжал с места остановки как раз ливанул дождь и все намокло и я так все скомкал тяп-ляп это в рюкзак закинул и погнал у меня уже настроение было такое чтоб заехать в какой-нибудь кемпинг снять домик там обсохнуть отдохнуть и потом продолжать движение поэтому я там остановился на какой-то заправке заправился отдел теплую терму вроде как бы получше стало носить сейчас сейчас погода налаживается моя проблема в чем почему мне все время холодно когда я еду потому что я выезжаю ни свет ни заря я выезжаю очень рано и поэтому холодно надо мне кажется сдвинуть вам попозже выезжать почему потому что здесь световой день то он намного длиннее здесь вчера часов до 11 наверно было светло а дальше я уже уснул и не не знаю поэтому смысл и рано вставать чтобы побольше проехать ну тоже не вижу наверное надо это дело пересмотреть и чуть позже выезжать вот скажем часов 10 уже нормальная погода можно и термуху даже не одевать наверное так что сегодня у меня план проехать вот где-то около 600 с чем-то километров осталось мне до контрольной точки 500 километров ну я думаю потихоньку за день концу дня сделаю не напрягаясь но не сделаю так не сделаю увижу какую-нибудь классную локацию переночевать остановлюсь план такой если будет дождь будет ливень скажем буду искать кемпинг ночевать в домике если будет погода нормально буду ставить палатку и ночевать в палатке потому что ну как бы не хочется тратить много денег на это дело хочется как можно экономить вот сегодня если все по плану то я проеду как раз досить доедут до середины до центра швеции то есть это будет самая практически центральная точка кстати ребята по ценам я не знаю что на виду швеция дорогая там вот это все по швеции за норвегию пока не знаю за норвегию потом скажу но на данный момент за швецию я бы не сказал что она сильно дороже германии есть продукты допустим в магазине в том же лидли какие-то продукты даже прям вот раза в два дороже ну в целом допустим те же макаронные изделия обычные стоят столько же допустим фрукты овощи ну все столько же стоит как бы бензин столько же стоит сколько в германии у меня нет ощущения что я здесь прямо адски переплачиваю сейчас на заправке брал кофе но заплатил 20 крон это 2 евро блин я в германии 4 евро на заправке за кофе платил так что я бы не сказал что швеция прям адски дорогая страна конечно подороже может быть в чем-то согласен но не во всем так что жить можно тем более если двигаться автономно с палаткой то можно достаточно бюджетно путешествовать вот в таких спартанских условиях готовлю кофе на спиртовой веревочки так вот спирта у меня ушло за все время что я уже здесь ну чуть-чуть то есть если кончится его докупить ли не проблема и все так что спиртовая горелка показала себя но отлично что ли я этот щепочницу использую как ветрозащиту то есть вот в комбинации идеальный вариант так что не хуже газа то есть геморроя с этим я вообще никакого не вижу просто вот это занимает намного меньше меньше места чем тот же газ как топливо короче остановились мы с моим другом тут в одной очень интересной зоне отдыха ну я решил сделать себе сублимат сейчас у меня пока вода закипает ну а я пока любуюсь тут пейзажами вот такая швеция мне начинает нравиться то есть ландшафт сейчас начал потихоньку меняться он смотрите какое озеро прикольная то есть я сейчас набрал воды отсюда прям бутылку через фильтр ее отфильтровал попил его сейчас заваривают для сублимата так что фильтр это тема вообще адской адки классная аж извините что отошел тема то есть ландшафт начал сейчас потихоньку активно меняться появляются такие небольшие как бы вкрапления скальные породы знаете есть допустим и справа такая стена типа скалы но маленькие пока так не серьезно холмики уже так начинают немножко появляться проехал я где-то сейчас треть страны то есть дальше больше получается знаете как по нарастающей то есть сначала вообще нихрена голяк нахер я сюда приехал и потом потихоньку потихоньку начинает как бы нарастать я думаю я сделал правильный выбор что поехал именно с юга на север а потом на в норвегию иначе если поехать сразу в норвегию увидеть все эти красоты потом здесь бы вообще было бы ну ни о чем а так то есть ты увеличиваешь дозу потихоньку потихоньку мне кажется на лафатенских островах наверно вообще будет бомба то есть планирую туда доехать катнуть немножко там то есть брать по максимуму благо по времени сейчас настоящее время не ограничен могу две недели могу три недели ездить так что не вопрос в общем ребята с каждым километром сейчас становится все интереснее и интереснее то есть лес уже стал такой не просто равнина такие с перепадами высоты вообще лес здесь обалденно сказочный мне прям вообще нравится я думаю дальше будет более интереснее буквально съехался с дороги метров пятьдесят в сторону можно конечно углубиться хрен знает куда ну здесь вообще эндурить наверное будет вообще супер но у меня другие немножко цели сегодня поэтому здесь я кататься не буду а буду и двигаться дальше на север конечно данный лес ни с каким другим лесом не сравнится особенно с немецкими немецкие леса такое ощущение что там даже в лесу траву стригут то есть они какие-то неестественные что ли вот это действительно дикая природа естественная природа вот этот кайф что это природа доступна каждому что каждый может сюда приехать погулять и насладиться с палаткой здесь забурится даже костер костер здесь жечь можно в лесу официально то есть в германии такое увы к сожалению к сожалению не прокатит я считаю что нужно действительно ребята ехать сюда исключительно с юга на север потом чтобы все это было по нарастающие эмоции то есть ты видишь вот подобный вот камешек уже радуешься учета поменялось что-то интересно красиво прям а дальше больше дальше больше и так далее ладно сейчас я схожу немножко в туалет поедем дальше